Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про бесплатное органическое удобрение, которое валяется у нас прямо под ногами. И это листья, из которых можно приготовить компост, листовую землю, а также заправить грядки. Начнем с общих правил заготовки листьев. Во-первых, листья нельзя заготавливать близко с дорогами, потому что они накапливают тяжелые металлы. Также не следует брать листья в городских парках и рядом с промышленными предприятиями. Эти листья также накапливают много вредных веществ, которые будут потом негативно влиять как на почву, так и на будущий урожай. Нежелательно также использовать листья от грецкого ореха или дуба, потому что в этих листьях есть вещества, способные угнетать рост растений. Из таких листьев, однако, можно готовить компост, перемешивая вот эти листья с различными растительными остатками. Если в умеренном количестве добавить тех же листьев грецкого ореха либо дуба, никакого вреда для растений не будет. Что касается больных листьев и сада. Листья, например, с признаками парши, каких-то пятнистой сирозничных, их также смело можно использовать в огороде и для приготовления компоста. Потому что огородные растения и растения в саду практически не имеют общих болезней и вредителей. Поэтому такие листья смело можно отправлять в грядки, либо готовить компост. Тем более, что компостная куча всегда можно пролить триходермой, которая быстро переработает растительные остатки, а также уничтожит различные фитопатогены. Сезон листопада только начинается. И еще пока что листья практически не падают. Но вот уже на липе появляются первые желтые листочки и они осыпаются. Поэтому я поспешил насобирать этих листьев. Значит, как их можно применить в саду и огороде? Во-первых, из листьев можно сделать компост. Как я и говорил, их можно перемешать с различными растительными остатками. Это может быть ботва с огорода, скошенные сидораты, трава, сено, солома и так далее. Все любые растительные остатки, которые есть у вас на участке. Перемешиваем все это вместе с листьями и помещаем в компостные кучи. Листья можно также использовать и по отдельности, ни с чем не перемешивая. Просто высыпайте их в компостную кучу и почвенные микроорганизмы, различные бактерии, грибы и черви, которые в компостной куче живут, все эти листья переработают. И получится классный рыхлый компост, которым вы можете заправить грядки на огороде. Ну конечно же, чтобы обеззаразить листья и ускорить процесс компостирования, не забывайте проливать компостные кучи биопрепаратами на основе триходермы. Но если вы готовите компост с помощью дождевых червей, вермикомпост, то в принципе эту триходерму можно и не вносить. Дождевые черви, все эти листья очень быстро подъедят, переработают. Если у вас нет времени и желания возиться с компостом, то опавшие листья можно сразу же заделать в почву. Берете листья, набрасываете их на грядку, хорошим таким слоем, сантиметров 10 хотя бы, и перекапываете на зиму. Затем эту грядку дополнительно можете опять же пролить раствором триходермы, либо сейчас есть новый биопрепарат антистерня, там также содержится триходерма, полезные бактерии. И вот эти микроорганизмы помогут очень быстро переработаться листьям в почве. Получится хорошая заправка грядок. Ну и третье, что можно приготовить из опавших листьев, это листовая земля. А листовая земля это ценнейшее органическое удобрение, которое можно вносить под перекопку грядок, можно вносить в посадочные лунки, а также добавлять при приготовлении грунтов домашнего производства. Если обратить внимание на природу, то в лесу все растения питаются листвой. Листья падают с деревьев, их перерабатывают различные микроорганизмы, почвенные, черви, различные насекомые, бактерии, грибы. И опавшие листья становятся питанием для деревьев, кустарников и травянистых растений. Самый быстрый способ приготовить листовую землю, это насобирать опавших листьев. Вот они у меня в мешочке здесь. И взять вот такой пакет для мусора. Значит, берем опавшие листья и высыпаем в пакет. Ну, конечно, осень у меня пакеты побольше, потому что уже и листьев много сейчас, еще листвы мало насобирал, чтобы показать. Смотрите, насыпали их в пакет, эти листья. Затем нам понадобится триходерма, либо деструктор почвы, где есть полезные грибы, которые органику перерабатывают. Где-то, кстати, в листьях могут такие веточки попасться. Это еще лучше для триходермы, классное питание. Значит, берем раствор с триходермой, либо с деструктором почвы раствор делаем. И проливаем вот эти листья в пакете, чтобы их хорошенько увлажнить. И триходерма начнет быстро работать, разлагать все эти растительные остатки, подъедать и уничтожать фитопатогены. Затем мешок плотненько завязываем и ставим где-нибудь в саду под куст. И не забываем в мешочке проделать пару отверстий, чтобы была циркуляция кислорода и вытекала лишняя влага. И к весне, к началу следующего сезона, у вас получится классная листовая земля. Не выбрасывайте и не сжигайте опавшие листья, ведь это ценнейшее органическое удобрение, которое поможет вам вырастить хороший урожай. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!